Девушки отдыхают Сыночка поссорилась со старшей по подъезду у мусоропровода. Женщина не ожидала, что из-за этого конфликта она потеряет все государственные пособия на детей. Прекратите поток этой лжи, хватит, уже заврались. Почему мама с папой решили переселить любимого сына из комфортабельной квартиры в аварийный дом? И сдержки воспитания или банальная погоня за деньгами движет родителями? Ребенок мне говорит в лицо, что мама умерла, что я не ее мама, и что просто они лгут. Девочка была поставлена в известность, что вы подкупили. Да потому что вас подкупили, вас подкупили. Женщина серьезно пострадала во время пожара. Ее внешность преобразилась до неузнаваемости, и теперь она лишена возможности жить вместе со своей дочерью. Девочка не узнает и боится маму. Истец, управление социальной защитой населения, требует, чтобы ответчик вернул сумму неосновательного обогащения. Ответчик иск не признает, потому что пособие получало законно. Так, я вас слушаю. Уважаемый суд, к нам мы обратились с иском о взыскании неосновательного обогащения соответчика Гренкина Эллада Георгины в размере 130 на 1200 рублей в связи с тем, что нами было назначено социальное пособие данной гражданки в размере 3280 рублей ежемесячно по ее личному заявлению, так как она является матерью двоих детей, матерью-одиночкой, отца не имеет. В графе свидетельства о свидетельстве о рождении стоит прочерк. Соответственно, обратилась к нам с заявлением о выплате ей социальных пособий, так как она нуждается. И, в общем-то, на основании решения органа соцзащиты мы ей эти денежные средства, естественно, пошли навстречу, начали выплачивать с 2012 года. Данную гражданку мы лично под роспись и устно предупреждали, что в случае, если она будет сожительствовать с отцом детей, будет с ним вести совместное хозяйство и, в общем-то, дети будут жить в полной семье, то мы ее этих денежных средств ежемесячных лишим. К нам поступил сигнал, письменное заявление. По клевкам поступил. У нас имеются письменные свидетельства, значит, жильца дома, соседки, которые, в общем-то, подтверждают все эти сведения. Поэтому мы просим взыскать неосновательное обогащение с период 15-го года, август 15-го года, по 18-й год, за три года. Потому что за более ранние периоды мы руководство взысковой давности, конечно же, требовать не можем. Да не имейте права в этого требования. Вот у нас такая позиция. Естественно, если я правильно понимаю вас, что для вас, для лишения пособия является достаточным одно письменное обращение. Уважаемый суд, наши внутренние инструкции, сейчас, к сожалению, не готовы вам ответить, положение органа соцзащиты, которое у нас это регламентировало. Лишить мать пособия, она не готова. Простите, а кем эта внутренняя инструкция утверждена? Начальником управления, естественно. Это вообще смешно. Уважаемый суд, в общем, у нас позиция такая. В общем, я вас поняла. Пожалуйста, отмечки, я вас слушаю. А вы еще свидетели за именем? Да, у нас, конечно, и свидетель, подтверждение наших. Прошу вас, от Витчика. Да, ваше честь, прежде всего я прошу приобщить к материалам дела вот справку из ЗАГСа о том, что я не состою в зарегистрированном браке, свидетельство о рождении детей, вот Дениса, Дианы о том, что в графе отец у них вот прочерк стоит, вот, пожалуйста. И вот справка моя о доходах о том, что я получаю 25 тысяч рублей. Соответственно, я одинокая мама двоих детей с 2009 года. Дети по-прежнему без отца. Да, вот Влад, да, отец Дениса, вот, видите, он ушел еще в 2009 году, как только Денис у нас родился. Кто сейчас с вами проживает? А никто и не проживает, я совершенно одна. Ко мне мужчины вот просто приходят, но долго не задерживаются. Это ложь, уважаемость. Они приходят для души, не для того, чтобы какую-то мне материальную помощь доказать. Они не ведут хозяйство, это просто секс. А простите, пожалуйста, за дискромный вопрос, а для чьей душе не приходит? Для моей душе не приходит. Она проживает так что? Вот приходит Андрей, отец Дианы. Но это же не то же самое, что проживать, вести какое-то там хозяйство. Какое хозяйство вообще? Уважаемый, что-то вводит в заблуждение, потому что... Морковку и картошку вместе покупать и чистить по вечерам. Да нет, ничем не чистили. Не чистить. Нет, ну просто, понимаете, ну вот, любовь, морковь и плюс еще немножечко забота о детях. Надо вообще разобраться с этой семьей. Мы просто ходили гулять, послушайте. Это разные вещи, ходить гулять и проживать. Это не значит, что он нам какую-то помощь оказывает. Вот, потом третье у меня вот Андрей, да? Ну, настолько я была с ним счастлива, что вот забеременела, даже и Диану родила. Но тоже у нас не сложилось, к сожалению. Он другую женщину встретил, полюбил. Вот, ну я не могу его за это упрекать, потому что человек очень хороший. Ну, поясните суду, Андрей с вами живет или нет? Он не живет, он просто приходит к дочери, приносит ей подарки, там, игрушки. Ну, сок там иногда принесет. Но он не живет с нами, понимаете? Вот тут, то есть, совершаемый раз. Отвечек, скажите, пожалуйста, ну если вы сдаете отца ребенка. Да. И первого, и второго, почему вы не установите отцовство, не признаете их отцами детей, в установленном порядке не потребуете стихо-алимент? А они не хотят. А почему государство вам все должно? Они не хотят платить, им так удобно, что просто приходить давать подарки. Отвечек, вот, понимаете, у вас было три прекрасных любви, прям три замечательных. Да нет, шесть их было, просто не все рассказала. Ваша честь, шесть. Хорошо, шесть, любови, как правильно сказать-то? Любви. Да, вот Леша еще был, но он, правда, в Черногорию летел, его позвали работать. Ответчик, ну, у вас такая замечательная, там, жизнь, которая состоит из любви, там, в любви были рождены эти дети, есть папы этих детей. Ну, почему государство должно содержать? Потому что папу не содержат. Ну, мало ли, что они не хотят. Я же вам сказала, если вы знаете папу, установите отцовство, пусть платят алименты. Может, размер алиментов будет больше, чем это пособие. Ну, я человек, я не знаю, вот где Влада искать вообще. Ну, зато, знаете, где соцзащиту искать, чтобы деньги у нас требовать, понимаете? Я у вас, что ли, лично требовать? Она подтверждает, что она живет этим мужчиной, и что они ей помогают. Что за безобразие такое? Вот сейчас я прошу внести протокол, эти сведения. Вы в материн собираетесь последние деньги, да с чего я вам буду возвращать эти 25 тысяч, получаю? Как вам не стыдно вообще такие требования заявлять? Ответчик, ответчик, ответчик. Ну, и такой чудесный образ жизни, тоже у соцзащиты, может быть, выжат вопросы. Они могут требовать ограничить вас в родительских правах, вообще лишить вас родительских правов. А за что? У вас проходной двор. За Андрееву, за Волиси, они не происходят на территории нашего дома. Позвольте пригласить Плееву, Агнесу. Ну, хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей из САП. Я даже про Кольна Капичеву, давайте мы сейчас чуть-чуть романтизма с вами исключим в нашем судебном заседании. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Агнеса Павловна Плеева, я старшая по дому. Сами понимаете, знаю обо всех. Не понимаю. Подслушиваю, такой чудесный человек, который сообщил нам эту информацию. Нет, ничего да, ну, просто чтобы избежать неразличных инцидентов, там, ну, мало ли кто что. Мне тоже надо было знать, кто такая женщина. Тем более, собственно, она была достаточно молодая. Я видела, в общем-то, личной жизнью занималась, пыталась женщина. Простите, пожалуйста, свидетели. Это слишком много всего. Скажите мне, что такое занималась личной жизнью? Ну, то есть, периодически действительно меняла мужчин. И, в общем-то, я этот момент наблюдала за ней. А что такое? Я любовь свою искала. На карандаш надо поставить. Да, с 2012 года, вот когда вот у нее второй ребеночек появился, значит, у нее уже стал постоянно мужчина проживать, Андрей. Он не проживает, я ему еще раз говорю, он приходит дочку не вести, господи. Как это не проживает, когда, подожди, вот ты меня приглашала, я видела, что действительно у тебя этот был мужчина, Андрей, это отец ребенка, то есть, вы живете, и сейчас даже, когда вы глядывая в окно. Да не живем мы вместе, он приходил просто подарки, игрушки принести, раз в сто лет приходит человек. Почему у нас такой прецедент зашел? Значит, когда у нее не было мужчин там, периодически, там был, у нее вот мусор, который вот у меня между нашими площадками, мусоропроди, значит, был пакетик. Когда выбрасывал сразу мусоропровод. А вот последние вот эти годы, когда вот у нее стал уже этот мужчина, Андрей, то есть, постоянно, я вижу, эти коробки сначала полные, значит, они заносят в квартиру. Но наши пособия зажили. Ага, значит, а потом, значит, уже только мусор, я смотрю, не выносят вот там контейнером, где на площадке, чтобы, значит, они еще дворником создают эту работу. Я тоже это, спускаясь вниз, потыкаюсь мимо вот этих вот, захламляет пожарный выход. А потом, как-то вот какой-то вечер просто думаю, странно, она же, по-моему, еще и как мать-одиночка существует, в общем-то, у меня как-то озарило. Думаю, правильно, и если я, как старшая по дому, вроде как все обо всех знаю, и этот факт скрываю, то есть, получается, что я как соучастница. Думаю, а надо-ка, наверное, все-таки... Спасибо, Анастас Павловна, потому что если бы не вы, если бы не такие бдительные люди, жили бы, а вот такие вот у нас пакеты вы выносили бы. Действительно, какое безобразие было. Мне сейчас чужие пакеты еще припадают. Если пакеты с мусором большие, то тогда мужчина живет. А если пакеты с мусором маленькие, то тогда не живет. Я когда приходила к ним в гости... А откуда вы знаете, что он живет, а не просто приходит? Нет, потому что у меня даже... Простите, пожалуйста, простите, пожалуйста, откуда вы знаете, что там живет Андрей? Да, откуда? Потому что... Старшая сама нам не говорила. Логика железная. Сама говорила, что отец ребенка. У меня даже вот, я их даже не удержалась, сфотографировала. Вот такая идиллия была домашняя, когда еще была в хороших семьях. Простите, пожалуйста, но дело в том, что, скажите, к ответчику мужчины могут приходить? Ну, наверное, как бы да, но хотя тут надо учитывать факт наличия детей, что, извините, такое вот распутное поведение матери. Какое поведение? Вы что там слышали, как мы там кровать качаем или что? Нет, все дело в том, что вот когда уже у нее появился, вот это там живет. Вы что, вы секс слышали или что? Слышали вы секс или нет, скажите? Да, давайте не будем этот влечом. А тогда какое моральное поведение вы имеете в виду вообще? Слышите, пожалуйста, свидетель, а фамилия у этого Андрея есть какая-нибудь? Да нет, но она как бы Андрея, 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 что-то я его... А если это несколько Андреев, нет, не может быть? Нет, у нее был период, когда у нее мелькали мужчины, да. Это вот был этап до вот того момента, когда вот у нее девочка, вот вторая девочка родилась, она, походу, так вот остепенилась. Голенького ты у меня был. И тогда вот у нее достаток появился, вот эти пакеты с мусором уже. Она сказала, успокойтесь фотографии. А до этого был маленький узелочек, она его скромненько кидала. Нет, 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 я с вами абсолютно согласна. От мужчин всегда, я еще раз повторюсь, от мужчин значительно больше мусора. Когда мужчина проживает в доме, а ее мусор увеличивается. Но это не всегда прямая зависимость, понимаете, в чем дело. Есть мужчины, которые приучены своими женами мусор выносить. И, следовательно, точно указать, что здесь проживает мужчина, мы тоже с вами не можем. То есть, если мужчину научили вынести мусор, то сказать, живет здесь мужчина или нет, мы с вами не можем. Ну, я ее видела просто, когда машина подъезжает, вот у меня же окна, вот я на пятом этаже живу, это на крыльях. И значит, мы же органы со своей защиты. Ну, послушайте, ведь это все происходит за счет ни ваших, ни моих денег. Это из налогов. Мы с вами... Конечно. Я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю. Нет? Я к вам обращалась. Из налогов. Это нельзя лишить посуды. Отвечек и вас я не спрашиваю, которые могли пойти совершенно на другое. Понимаете, просто на другое. Ну, вот вам зарплату заплатят, мне зарплату заплатят, приставу заплатят. Зарплату заплатят, секретарю суда заплатят, помощнику в суде заплатят, охраннику в суде заплатят. Всем заплатят зарплату из налогов, которые платят наши граждане организации. Из-за чего? Из-за того, что я должна выслушивать историю об объемах мусорных пакетов, и вы будете приходить мне представитель государства и говорить на полном серьезе, что вам достаточно было заявления, в котором даже фамилию человека нельзя указать. Да вы что? Уважаемый суд, у нас такие инструкции, мы ничего не можем сделать. Я так думаю, что закончатся скоро такие правила. Суд удаляет свое принятие решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Прекратите поток этой лжи, хватит, уже заврались. Заврались. Ради общего сына бывшие супруги зарыли топор войны и бросились обустраивать его на новом месте жительства. Откуда такое рвение и единодушие, узнаем в суде. Ребенок мне говорит в лицо, что мама умерла, что я не ее мама, и что просто они лгут. Девочка была поставлена в известность, что вы пострадали. Да потому что вас подкупили, вас подкупили. Женщина получила серьезные ожоги. Пока она восстанавливала здоровье, ее дочь отдали в приемную семью. Теперь она хочет вернуть ребенка, но почему девочка боится маму? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, са возражение ответчика по заявленным исковым требованиям о просе свидетеля в судебном заседании, рассмотрев представленные документы, в иске о возврате денежных средств, полученных ответчице в качестве пособия на ДТП по категории «Одинокой матери» отказывает. Суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований по следующим основаниям. Одинокая мать – это женщина, в свидетельстве о рождении детей которых отсутствует запись об отце или запись произведена в установленном порядке по указанию матери. Также к одиноким матерям относятся женщины, которые усыновили ребенка вне брака. При вступлении «Одинокой матери» в брак за ней сохраняется право на получение пособия на детей, родившихся или усыновленных ею до вступления в брак. То есть, если эта категория была присвоена как «Одинокая мать» до вступления в брак, то последующее вступление в брак не отменяет положение «Одинокой матери» по отношению ранее рожденного ребенка. Выплата пособия прекращается, если в отношении ребенка устанавливается отцовство или ребенок усыновляется при вступлении матери в брак. В данном случае у детей-ответчицы нет юридических отцов, которые бы нес в отношении них юридические обязанности по материальному обеспечению детей. Это подтверждается свидетельствами о рождении детей, в которых отсутствует запись об отце детей, а также справка из органов ЗАГСа, в которой указано, что ответчица является единственным родителем детей и в настоящих моментах в официальном браке не состоит. Сам факт проживания ответчицы одной семьей с мужчиной, отцовство которой не установлено в отношении детей, не лишает ответчицу права на получение данного пособия, поскольку это не меняет ее статус одинокой матери. Вот для города Москвы вот это понятие «одинокая мать». И дальше идет постановление, которое там разъясняет определенный порядок, но это же постановление предусматривает, что последующее вступление, усыновление, установление отцовства, оно автоматически не отменяет это пособие. Понимаете, о чем я говорю? И уж тем более, какой ваш там внутренний регламент, какие свидетельские показания, если даже вступление в брак, рождение следующего ребенка в браке, когда у него будут и мама, и папа, это в отношении первого ребенка, который рожден без отца, статус одинокой матери не отменяет. Там вообще речи дальше не идет ни о каком совместном хозяйстве, морковки, картошки, потому что женщина получила этот статус при рождении ребенка. Ваша честь, но у нас очень часто происходят вот такие случаи, когда отцов не записывают, а государство давить-то выложит. Ну, послушайте, естественно, поэтому суд обращается с частым определением в ваш вышестоящий орган с просьбой проверить, какие такие вы там регламенты у себя внутри принимаете, и какими инструкциями вы там пользуетесь. Потому что я считаю, что это ситуация, при которой, в принципе, не могло быть никаких исковых требований. Вообще не должно было быть. Это означает, что у вас руководство плохо знает постановление правительства в это. А ну, меня простите, у нас в области соцзащиты не так много постановлений. Это-то как постановление не знать. И как им не уметь пользоваться? Суд догласил свое решение. Не ждите комиссию, которая придет проверять вашего начальника вместе с вашими внутренними инструкциями. Все вам понятно? Да, понятно. Суд догласил свое решение. Делать закон. Спасибо. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Управление соцзащиты считает, что мать детей сначала должна взыскивать элементы с отцов, а потом уже просить у государства. Я очень благодарна суду, что суд вынес такое справедливое законное решение, и спасибо Московской городской думе, что такие законы принимают, которые на стороне матери, а не этих вот кляузников и крохоборов. Истец требует определения места жительства сына с отцом. Ответчик против иска возражает. Так, я вас слушаю, истец. Ваша честь, я требую, чтобы мой сын жил со мной. Потому что жена моя бывшая, она не справляется. Она работает на работе, но это одна работа мне занимает вообще все время. Ей некогда сыном заниматься, понимаете? Ему только 8 лет исполнилось недавно. Два раза уже, понимаете, он своровал жвачку из магазина. Два раза, понимаете, тут еще 8 лет только, он маленький, ему там объяснить, что я не работаю. Ну, растет уже, понимаете, как бы, ну, ненормально это так. Понимаете? И я просто, получается, я готов помогать, я готов приезжать к этому сыну. Я волнуюсь за него действительно. А получается, что не могу я просто через весь город ехать. У меня другая семья, как бы. Я стараюсь помочь, но так не получается точечно, понимаете? Нужно это сразу же максимально, и забрать сына себе домой. Я буду с ним заниматься и так далее, как бы. А здесь мы столкнулись с проблемой, понимаете, органы опеки. И я же не сам этого хочу, ваша честь. Сама ко мне жена моя пришла, бывшая, говорит, помоги, пожалуйста, мне. Не справляюсь с ребенком, как бы. А органы опеки они не разрешают. Понимаете, какие-то там придумывают вещи. Подождите, естественно, подождите. Если жена ваша бывшая супруга к вам обращается с просьбой, чтобы вы помогли, там, посмотрели за ребенком. Ну, скажите, привози его ко мне, я посмотрю. Это экстренная ситуация случается. Ответчик. Вы понимаете, так я буду каждый раз ездить по экстренным ситуациям. Сколько раз вы так все время говорите, каждый раз? Ну, условно говоря, за последние три месяца, сколько раз это было? Это было не меньше семи раз, понимаете? За последние три месяца? Да, не меньше семи раз так вот я приезжал в ночи, понимаете. У меня еще работать тоже надо, у меня есть другая семья. А как ваша семья к этому относится? Моя семья к этому относится замечательно. Замечательно? А почему тогда ваша супруга не пришла сюда? Что значит моя супруга сюда не пришла? Вы должны заявлять в этом случае вашу супругу как свидетеля, который придет и подтвердит, что она готова заниматься воспитанием вашего ребенка. Здесь есть два родителя, которые причастны к этому делу. Я не понимаю, зачем нужны мои семьи. Ну, не понимаете, я что могу сделать. Ну, нам это не сообщали, понимаете? Ну, я должна разобраться. Я вам задаю вопросы, вы говорите, я не понимаю. Я вам задаю вопросы, вы говорите, я не понимаю. Ну, не понимаете. Так, вы понимаете, жена здесь. Ну, скажи, что мы словесно договорились с ней. Конечно. Если бы она была против, понимаете, одно дело. Так, отвечи, говорите. Ну, просто к тому, к чему мы пришли, на самом деле, я не от хорошей жизни к этому пришла, не от хорошей жизни, хочу, чтобы мой ребенок жил с мачехой на сегодняшний день. Я никакая не пропоится, да, у меня хорошая квартира, но я работаю, и, к сожалению, на сегодняшний день... А я не понимаю, вы сейчас по поводу чего плачете? Я плачу, потому что я нахожусь в такой ситуации, я не могу справиться с своим восьмилетним ребенком. Вот, клянусь, у меня на сегодняшний день... Подождите, вы не возражаете против того, что... Нет, это я попросила. Конечно, нет. Это мы возражаем, органы опеки. Ну, дайте мне сказать, пожалуйста... Дело в том, что в последнее время участились случаи, что мой сын скатился не то что на тройке, я думаю, хоть бы нас на второй год в школе не оставили. Он начал воровать. Я утром ухожу из дома и прихожу вечером. Да что ж, ребенок оговаривает ему 8 лет. У меня есть, вот, пожалуйста, все документы. То своровал, по ходу, пока шел со школы жвачку в магазине в соседнем, то еще что-то. Меня постоянно вызывают в школу бесконечно. Я не могу бросить работу и находиться бесконечно. Я уже стала ему звонить, ну, как бы, просить его, чтобы он как-то мне помог. Я же не могу не приехать. Это мой сын, моя жена душа. Прекратите эту ложь. Хорошо, Саша, мне помог. Какая ложь? У меня все, все, все бумаги. Причем тут ложь? Пожалуйста, вы были в школе. Что вам не говорили, что происходит с мальчиком? Ваша честь, я уже не могу это слушать. Конечно, не можете выслушать. Просто, я здесь... Помолчите, все, хватит уже. Мне просто непонятно, почему, когда мама бьет во все колокола и на самом деле видит, что что-то начинается с ее ребенком не так. У нас испортились с ним отношения. Он изначально злится и ругается. Вы договоритесь, мы вас отнимем ребенка. Куда мы договорились? Договорились, что это, что это ваш честь? Вы еще докажите, что у меня ребенок. И я просто обратилась к нему, чтобы он мне помог временно как-то выправить ситуацию эту. Но дело в том, что мы столкнулись с тем, с таким случаем, что в школу его, если он будет жить с папой, нормальную его не берут. Говорят, только при районе, только там, где он прописан. Его не прописывают в его квартире, потому что дом идет под снос. И мы вынуждены. Так мы все могли бы спокойно договориться и все это сделать. И нам нужно было обратиться в органы опеки, чтобы как-то... И вот на сегодняшний день хотим, чтобы вы помогли нам разобраться в этой ситуации. Ваша честь, только я могу вас побочить. Стоп, стоп, стоп. Вы дело хотите просто засунуть в ящик и отвязаться от нас. Ответчик, я вас выслушала, органы опеки. Да, ваша честь, дело даже не в том, что по решению суда место жительства при разводе было определено у матери. Не в этом дело. У матери шикарная трехкомнатная квартира, в которой сейчас проживает мальчик. У него есть все условия для жизни и учебы. А у отца аварийная двухкомнатная квартира, в которой он проживает 14-летней дочерью, куда он хочет поместить ребенка, сына. То есть двухкомнатная. Во второй комнате проживает он с женой. Мало того, третий год дом стоит на очереди на снос. Там запрещена регистрация, просто вот невозможно. Они же не просто хотят ребенка к себе переселить. Они хотят, чтобы он там был прописан, зарегистрирован. Налицо сговор. Какой сговор? А займите, что-то случится с ребенком. Только молчите вы. Заболеет он или еще что-то нибудь. Мы с психологом разговаривали с мальчиком. И он рассказал все как есть. Никуда он в реальности переезжать и не собирается. Ему здесь хорошо. Ему хорошо в моей семье. Он мне так же говорил. Понимаете, вы придумываете что-то. Прекратите поток этой лжи. Хватит, уже заврались. Заврались. Вы уже договорились. Это просто сговор, ваша честь. Они хотят, естественно, получить квартиру муниципальную, потому что разнополые дети. Я вам скажу так, понимаете, можно жить в хорошей квартире, понимаете, но стать уголовником. Либо жить в аварийном жилье, как бы на вы с нормальным человеком. У вас дети есть? У нас есть характеристика из школы. У мальчика никакой не хулиган и не двоечник. Да, через приставы. Да, опросили соседей. Ну, бывает там двойки случайные. А из него тут сделали, я не знаю, вот еще аварийные ситуации. Что страшное преступление? Я могу акт отдать, а то, что вот полиция составила акт, когда он воровался. Да какой акт на 8-летнего ребенка? О чем вы вообще тут говорите? Живачку он там... Передайте вам. Просто так мне стыдно. Что я на самом деле беспокойся о своем ребенке, я боюсь. Это единичный случай. Единичный, а с этого и начинается. А когда потом с ним что-то случится, их не будет. Как это с вас спроса, но вы не занимаетесь воспитанием. Живачку он украл. Я занимаюсь воспитанием. Поэтому сейчас вот спохватилась. Я не знаю, я знаете, что хотела бы сказать? Знаете, как один раз сказала очень мудрая женщина Маргарет Тэтчер, что нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Понимаете? Вот вы сейчас посмотрите, сколько времени и усилий вы... Органы опеки занимались этим. Они опрашивали соседей, ходили в школу, брали характеристики, готовились к судебному заседанию. Масса бумажек. Мы все заседаем. Это не значит, что я вас осуждаю, что вы хотите из аварийного дома переселиться и получить большую площадь. Я не могу сказать, что я вас осуждаю, но просто... И в первую очередь решить вопрос сына. Понимаете, немножко, я бы так сказала, не по-умному вы это сделали. Вам нужно понимать и определенные последствия этой схемы. Ну вот, то, что могут разобраться, то, что вы обвиняете органы опеки, они крайне добросовестны к этому. Почему вы считаете возможным, что вы вправе кого-то судить? Сами пойдя на достаточный, на мой взгляд, не очень благовидный поступок. И самое главное, что если бы вы сами на это шли, вы же ребенка используете. Понимаете, вы используете для этого ребенка. И считаете, что это нормально. Нет, простите, с вами, кроме вас, нет желания больше разговаривать. Я удаляюсь для внесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Ребенок мне говорит в лицо, что мама умерла, что я не ее мама, и что просто они лгут. Девочка была поставлена в известность, что вы пострадали. Потому что вас подкупили, вас подкупили. Женщина серьезно пострадала во время пожара. Ее внешность преобразилась до неузнаваемости. И теперь она лишена возможности жить вместе со своей дочерью. Девочка не узнает и боится маму. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования СЦА, признание заявленных исковых требований ответчикам, заслушав заключение по существу спора органов опеки и попечительства, признание иска ответчикам не принимает, поскольку считает, что указанное признание иска ответчикам нарушает права и законные интересы несовершеннолетнего. По этим основаниям, естественно, заявленные вами исковые требования суд не удовлетворяет. Как установлено судом в данном судебном заседании, ответчик, признавая заявленные исковые требования по определению места жительства ребенка, по месту жительства отца, фактически, заведомо ухудшает материально-бытовые и жилищные условия самого несовершеннолетнего. В данном случае ссылки ответчика на том, что поведение ребенка существенно ухудшилось, что его успеваемость в школе снизилась, что имеется нарекание со стороны педагогического коллектива в общеобразовательном учреждении, где он обучается, в данном судебном заседании не подтвердились. Представлены заключения органов опеки и попечительства, где ребенку была дана характеристика, представлены соответствующие сведения об его успеваемости. Опрос соседей, которые живут совместно с вами в одном и том же доме, свидетельствует о том, что у ребенка успеваемость не поменялась, поведение его не ухудшилось, и поэтому говорить о том, что ребенок находится под чем-то плохим влиянием или попал в дырную компанию, не представляется возможным. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Суд благодарит представителей органов опеки и попечительства. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Конечно, я рассчитывал совсем на другой исход событий. И тем не менее, я сделаю все для того, чтобы мой сын жил со мной и чтобы из него вырос нормальный, достойный гражданин. Орган опеки всегда действует в интересах детей. Мы никому не позволим манипулировать ни нами, ни ребенком. Истец требует вернуть ей дочь. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я требую, чтобы вернули мою любимую дочь Леночку, которая незаконно удерживает семья Баженовых. А органы опеки ей потакают в этом, потому что они их подкупили. Я у вас сразу прошу прощения. Я у вас прошу прощения, потому что я в шарфе вынуждена ходить и в шарфе. Помолчите, пожалуйста. Дело в том, что, чтобы не шокировать людей, я так вынуждена ходить, у меня обгорела просто голова. Шесть лет назад случилось самое счастливое событие в моей жизни. Родилась моя дочь, моя Леночка, моя любимая. С отцом Леной мы не общались. И я родила просто как для себя. И воспитывала ее, вложила всю душу. Это единственный смысл в моей жизни, который был для меня. Потому что у меня больше никого нет, ни родственников, никого. Мы жили очень счастливо, весело. Я старалась, чтобы девочка ни в чем не нуждалась. Я работала на фабрике швеей. Дома брала заказы, чтобы больше зарабатывать. И ребенок ни в чем не нуждался. Мы жили очень хорошо и любили друг друга. Я всю душу вкладывала. Но семь месяцев назад случилась такая большая беда. На нашей фабрике начался пожар. И я когда бежала, чтобы выжить, на меня свалилась балка. Я потеряла сознание и упала. Но я выжила. Меня пожарные вытащили. И я осталась жить. Я понимала, что мне нужно будет лечиться. И что ребенок не сможет жить один. И я дала свое согласие, чтобы он попал в приемную семью. Потому что это время я понимала, что ребенку я не могу уделить внимания. Мне нужно было самой восстанавливаться. И потом, когда я уже стала хорошо себя чувствовать, то есть я здесь способна, я не лишена родительских прав, но они мне не отдают мою дочь. Они просто лгут ее, держат ее и не отдают меня. Они не дают с ней даже встретиться. Ни в детском саду, ни дома. Ну зачем вы передероги будете? У них вот семья богатая, и у них охрана. Они просто меня не подпускают. Но это неправда, уважаемый суд, конечно. Мы поясним, какая ситуация на самом деле. Просто как матери увидеть, пообщаться с ребенком, они мне не разрешают и почему-то укрывают. А органы опеки им потакают в этом. Мы не потакаем. Ну как не потакаете? Мы соблюдаем интересы ребенка. Ваша честь, в настоящий момент Лена действительно находится в приемной семье Баженовых. Там действительно прекрасные условия для проживания, для образования, воспитания. Но дело даже не в этом. Конечно, Наталья Олеговна, как мама, согласно семейного кодекса, имеет право и видеться с девочкой, и принимать активное участие в ее воспитании. Но, к сожалению, здесь случай абсолютно нетипичный. Потому что, когда Наталья Олеговна пострадала в пожаре, пострадало ее лицо. И, к сожалению, пострадал ее голос. Девочка же сама, узнав, что мама попала в такую тяжелую, трагичную ситуацию, девочку в этот момент поместили в приемную семью. И на нее это оказало такое психоэмоциональное воздействие, что сейчас она наблюдается у психиатра на лечении. И она абсолютно не может смириться с действительностью и воспринять нынешний образ мамы, что это ее мама, и как бы сопоставить ее с той женщиной, которую она помнит. Ваша честь, потому что... Хотя сохранился бы голос. Ребенок мне говорит в лицо, что мама умерла, что я не ее мама, и что просто они лгут. Мы не давали девочке такой информации. Девочка была поставлена в известность, что вы пострадали в пожаре. Подождите, естественно, подождите. Вот, конечно же, мы не хотели бы стоять между мамой и девочкой, но в настоящей ситуации девочка ее реально просто боится. И по заключению психиатра, если сейчас девочка увидится с мамой, то лечение прервется, и это нанесет ей просто непоправимый психоэмоциональный вред еще больше, нежели есть в настоящий момент. Поэтому, Наталья Олеговна, ну не будьте настолько эгоистичны, подождите немного. Мы же не отказываем вам абсолютно. А вы сама женщина, сама мать, и ребенка тоже чувствуете, что это неразначение. Ответчик, я не могу. Ответчик, пожалуйста. Живете вы. Ответчик, сколько лет ребенку? Сейчас ей 5 лет. По заключению психиатра, он работает с ней постепенно, постепенно ее подводит к тому, что мама изменилась, что надо к этому привыкнуть, что теперь новые обстоятельства. И психиатр очень настойчиво рекомендовал нам сейчас, чтобы мама с девочкой именно в данный момент категорически не виделись, понимаете? Ваша честь, вы понимаете, что у меня вообще больше никого нет? Просто... Истец, хорошо. Истец, истец, вы сейчас просите вернуть ребенка, который от вас сбежит через 3 минуты непонятно куда. Ну а как сбежить, конечно, они если врут и говорят, что я не мать. Да и почему тут они? Мы сейчас говорим об восприятии ребенка, а не они. Ну ребенок жил со мной 5 с половиной лет, она же чувствует сердце. Истец, нет, не чувствует. Ну как не чувствует, она же не ровно. Нет, не чувствует. Вы сейчас приписываете пятилетнему ребенку какие-то сверхъестественные эмоциональные чувства, не чувствуют. Абсолютно верно. Помолчите уже. Ну истец, вы собираетесь заниматься дальше собой? Конечно, да, я нееспособна, я не лишена родительских прав. Я спрашиваю, когда вы собираетесь заниматься собой, когда? Когда я делаю это уже, я занимаюсь собой. Занимаетесь. Конечно. Сколько времени потребуется операция? Ну, здесь понадобится не одна операция. Месяца два. Ну хотя бы они мне даже видятся и не писать в руки. Подождите, ну чуть побольше, месяца два, три, там еще реабилитационный период определенный. Это операция, значит, вы не можете заниматься ребенком. Идет реабилитация, вы тоже не сможете заниматься ребенком. Ну куда вы так спешите-то, скажите мне, пожалуйста. Если вы осознанно понимаете, что вам нужно приводить себя в порядок, вы это понимаете. У вас девочка находится под надзором, под контролем, ее никто не отдал после случившегося с вами, никто не отдал в детский дом. Слава богу, есть люди, которые ее взяли. Почему вы так агрессивно настроены? А кто вам сказал, кто вам не вернует ребенка? Кто вам это сказал? Да потому что они мне не дают с ней даже видеться. Это меня не слышите. Ваши слова просто видеться раз в неделю, общаться с девочкой. Ваша честь, здесь девочка находится. И сердце, если общение с вами на сегодняшний день причиняет вред психологическому здоровью ребенка, что делать? Ну, Ваша честь, это жизнь. А как ребенок будет дальше в жизни жить? Тогда врач мог объяснить, что это родная мать, но только изменилась вне, что не подготовит. Но не говорите, что мать умерла. Ну, дальше будет дальше, что Даля Олеговна. Да как это мать умерла? Ну, как это они мне вообще не дают даже с ней видеться? Да кто, подождите. Отгоняют меня. Подождите. Ну, это неправда. Ну, как неправда? Зачем вы придумываете? Истец, вы не понимаете, что вы своей позиции, которую вы сейчас заняли в суде, когда вы говорите одно и то же, вы не укрепляете ваши позиции, вы их ослабляете. Потому что, когда человек повторяет одно и то же, это означает, что у него аргументов мало. А я вам на это отвечаю, что никто у вас ребенка не отбирал. Проводите операции, приводите себя в порядок, и вам ребенка вернут. Понятно, сказала? Понятно. Суд удаляет себя принятия решений. Прошу всех встать. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, в возражении ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив третье лицо со стороны ответчика, рассмотрев представленные документы и доказательства, в заявленных исковых требованиях отказывает и оставляет в силе обжалуемое решение органов опеки и попечительства, которым истица отказана в прекращении договора о приемной семье и возврате ей ребенка. Суд не отменяет обжалуемое решение, которым орган опеки и попечительства отказал в прекращении договора о приемной семье и возврате истицы малолетней дочери, потому что в настоящее время это не отвечает интересам ребенка. После произошедшей с истицией трагедии в результате полученных ожогов до неузнамаемости изменился внешний облик истиции, и в данной ситуации ребенок ее не узнает. Последствия ожогов таковы, что малолетняя девочка пугается матери. И в настоящее время с ребенком работает психиатр, в заключении которого указано, что необходимо время, чтобы ребенок привык к новой внешности матери, либо мама, если у нее есть материальные средства, сможет изменить свою внешность, и тогда, как бы, ребенок, конечно, будут определенные изменения, но, по крайней мере, он будет узнавать свою маму. Как установлено заключение психиатра, возврат девочки к матери может стать для психологической травмы и негативно отразиться на дальнейшем развитии и воспитании? Суд выражает свою благодарность за то, что вы в такой тяжелый период времени занимаетесь воспитанием и материальным содержанием ребенка. Это, безусловно, большое вам за это спасибо. Но и давайте вы так будете выстраивать отношения с ребенком, чтобы вот этих вот истерик со стороны мамы о том, что якобы кто-то ребенку говорит, что мама умерла, просто чтобы этого не было. Да, потому что органы опеки, если это будут слышать, они дальше будут разговаривать с ребенком, если источник выяснится. Вы сами понимаете, чем это может закончиться. Это понятно. Истец, все исключительно в ваших руках. Чем быстрее вы это сделаете, чем быстрее вам врачи позволят пройти через этот тяжкий труд, тем быстрее ребенок будет с вами. Это вам понятно? Да, понятно. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я все равно буду бороться за свою дочь. Я сделаю операцию, мы будем жить вместе. Я не остановлюсь. Мы и далее будем совместно с врачами наблюдать за восстановлением девочки, а маме настойчиво рекомендуем прислушаться к советам судьи. Мы благодарны за то, что органы опеки так поучаствовали в жизни ребенка щадящего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!